Ни несчастный скрипач, ни шоферы на роль заказчиков убийства никак не годились, зато оба заместителя погибшего торговца оружием подходили на нее как нельзя кстати. Вскоре их арестовали и Кашкарова, которого в тюрьме посетил Токпагбаев с советом помалкивать о деталях убийства, если тот желает сохранить себе жизнь, и Анатолия Адамова, которого в номере гостиницы в Астане арестовал сам министр внутренних дел Сулейменов, имевший к нему какие-то старые счеты. Отправив за решетку обоих заместителей, новые управляющие компании КАЗ «Спецэкспорт» и их покровитель решили сразу две задачи – устранили конкурентов и выставили для публики заказчиков громкого убийства. Публика проглотила версию, которую озвучивали представители МВД и сам министр Сулейменов, даже не задавшись вопросом, зачем Кашкарову и Адамову нужно было убивать Ибраева. КАЗ «Спецэкспорт» в конце концов был не частной лавочкой, а государственным предприятием, и в отличие от кооператива заместитель, убивающий своего начальника, мог сесть в его кресло не автоматически, а только с согласия соответствующих государственных инстанций. И Адамов, и Кашкаров были тертыми калачами и хорошо понимали это, в отличие от простых граждан. Очень скоро военным коммерсантам пришлось убедиться, что продажа пары списанных калашниковых через забор воинской части местным бандитам – это одно. А продажа огромной партии танков по трехстороннему межгосударственному соглашению – совершенно другое. Ни покупатель – индийские военные, ни продавец – компания Орлова – не желали иметь дело с таким посредником. К лету 2000 года даже до министра Такпагбаева наконец дошло, что из затеи уже ничего не выйдет. Тем более, что на первый план у коммерсантов в погонах вышли совсем другие проблемы. Где-то на свободе оставался киллер, застреливший Талгата Ибраева. Он знал слишком много, и допустить, чтобы он заговорил, было бы для заказчика равно самоубийству. И наемный убийца не заговорил. 21 августа 2000 года в Алма-Атинском районе Орбита в результате полицейской операции, больше похожей на расстрел, погиб бывший сотрудник ГРУ Минобороны майор Амангельды Амангалиев. Об этом секретном сотруднике было известно немногое. В свое время он служил в Афганистане, хотя точных сведений об этом периоде не сохранилось. Прошел диверсионно-штурмовую спецподготовку в ГРУ Генштаба Минобороны СССР в аквариуме. Числился в секретном подразделении Минобороны Казахстана и выполнял специфические поручения. Был киллером-одиночкой высочайшей квалификации, стрелял из двух рук одновременно. Так называемая стрельба по-македонски. Амангалиева расстреляли на выходе из кафе, где он в тот вечер ужинал. Хотя весь город к тому времени был увешан его портретами с надписью «Разыскивается опасный преступник». Он почему-то не скрылся из города. Полицейские объявили, что Амангалиев начал отстреливаться. Они открыли ответный огонь, трижды его ранили, после чего он, не желая сдаваться, застрелился. Правда, судмедэксперты тут же выяснили, что два смертельных выстрела в голову были произведены с расстояния в полтора метра. Но это обстоятельство не смутило ни министра внутренних дел Сулейменова, ни его подчиненных. То, что везде бы расценили как полный провал, потеря важнейшего свидетеля, или даже преступление, ликвидация возможного убийцы, полицейские объявили своей большой победой. Вскоре на убитого Амангалиева, как это водится у полиции, повесили едва ли не десяток нераскрытых висячих убийств. А два контрольных выстрела в голову с полутора метров следствие признало самоубийством. Через шесть лет после этих событий другой самоубийца, бывший соратник Назарбаева Заманбек Нуркадилов покончит с собой тремя выстрелами в грудь и голову. Впрочем, с определенной точки зрения это и был успех. Дать показания против министра обороны страны было уже некому. Концы были надежно спрятаны в воду. Как незадолго до этого МИГи не долетели до Северной Кореи, так и теперь танки не доехали до Индии. На этот раз итоги операции были таковы. Талгат Ибраев получил шесть пуль в голову. Амангалиев был убит во время полицейской операции сотрудниками спецназа по прямому указанию министра внутренних дел Сулейменова во время перестрелки и добит двумя контрольными выстрелами в голову, чтобы этот киллер навечно замолчал. Адамов был убит в тюрьме через шесть месяцев после описываемых событий. Тюремные власти, естественно, объявили, что у него внезапно остановилось сердце. Кашкарову повезло больше. Его обвинили в организацию убийства Ибраева, приговорили к длительному заключению, но не убили. У него оказалась надежная защита. Код к секретному счету в Туран-Алем банке, на котором остались 10 миллионов долларов индийской предоплаты. Доступа к этим деньгам так и не смог получить никто, кроме бывшего председателя КНБ Нуртая Дудбаева. После убийства президента банка Туран-Алем Татишева Дудбаев снял эти деньги для передачи наверх. По делу о продаже танков дипломатического скандала, как ни старалось Министерство иностранных дел, избежать не удалось, пытаясь отвлечь общественное мнение от несостоявшейся 300-миллионной сделки с индийцами, умники из МВД несколько увлеклись и на суде над Кашкаровым обвинили его в продаже самолётов Су-24 злейшим противником Индии пакистанцам. По версии полицейских фантазёров, Кашкаров получил от пакистанцев ни много ни мало 400 миллионов долларов. Естественно, это было враньё. Правительство тут же получило жёсткую ноту от пакистанского МИДа. Индийцы никаких нот в наш МИД не направляли, хоть и потеряли на несостоявшейся сделке огромные деньги. Их военные, активно закупающие вооружения на мировых рынках теперь обходят Казахстан, как говорится, за три версты, какие бы выгодные предложения им не делали наши военные коммерсанты. Генерала Такпагбаева вскоре освободили от должности министра обороны, я думаю, к большому облегчению всех посвящённых в подробности этой тёмной истории. На некоторое время я потерял его из виду. Но не стоило беспокоиться. Мой тесть, к чести его будет сказано, не оставляет в беде старых товарищей. После нескольких лет безвестности ветеран коррупционных и военно-коммерческих фронтов всплыл в Можилисе депутатом от партии Назарбаева. Теперь он переквалифицировался в борца с коррупцией. Поневоле задумаешься об особенной природе этого печального явления в нашей стране. Кто с ней только не борется, а коррупция по-прежнему живее всех живых. Моей скромной персоне этот военный шут посвятил не так давно следующий пламенный спич. Нанесён международному имиджу нашего государства значительный ущерб. Закономерен вопрос. Где были и куда смотрели в то время представители службы охраны президента и других органов, когда на протяжении длительного времени, находясь в близости к охраняемому лицу, этот безнравственный человек с ярко выраженными уголовными наклонностями творил свои грязные деяния, вопиюще нарушая присягу на верность Отечеству? От депутата Токпакбаева слышит разглагольствование о международном имидже, скажу честно, даже как-то трогательно. Субтитры создавал DimaTorzok